Добрый день дорогие зрители и друзья телеканала Управда ТВ. В эфире рубрика Пресс-Патва. Меня зовут Антон Картошкин и сегодня я расскажу вам интересные актуальные статьи, репортажи и заметки, которые за прошедшую неделю подготовили журналисты издательского дома Ульяновская правда. Любимая народная газета рассказывает о спасенном из-под пресса ежике. Как оказалось, зверька заметили в смятой коробке из-под обуви, попавшей вместе с мусором на конвейерную ленту. Ежу невероятно повезло, что его обнаружили до того, как отходы отправились под пресс и он чудом остался жив, говорится в сообщении. Неизвестно, каким макаром животное оказалось среди коммунальных отходов и чудом осталось живым. Работники ресурсосберегающего комплекса накормили и отогрели ежика. Временно он поживет на предприятии. Сейчас сотрудники озабочены выбором имени для нового друга. Та же газета сообщает о дизайнере из Ульяновска, которая стала участником шоу «Битвы дизайнеров» на одном из центральных каналов. Марина Эра в кратчайший срок должна была представить дизайн-проект коридора, кухни и спальни, уместить его в 5 квадратных метров и уложиться в бюджет из 30 тысяч рублей. В «Битве пяти дизайнеров» Марина не стала победителем, зато успела запомниться зрителям. И, как сама говорит, участие в телепроекте для меня уже победа. Это и многое другое. Читаем в свежем выпуске «Народный», коротаем время за любимым сканвордом, а также не забываем, что в этой газете вы всегда можете найти актуальную телепрограмму нашего канала. Журналист издания «Ульяновская правда» Андрей Маклаев рассказывает об открытии областного ресурсного центра в стенах Ульяновского техникума железнодорожного транспорта по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов в сфере ЖКХ. Как известно, у предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса существует высокая потребность в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах, а у некоторых работников сферы отсутствует профильное образование. Таким образом, работа центра ЖКХ позволит региональным работодателям получить квалифицированных специалистов, освоившим профессиональные компетенции на современном оборудовании и повысить профмастерство действующих работников отрасли через программы топ-образования. Листаем региональные журналы. Октябрьский номер историко-краеведческого и культурно-просветительского журнала «Мономах» рассказывает о том, как трудовая доблесть ульяновцев ковала Великую Победу. За эту главную тему номера так или иначе цепляются все остальные печатные материалы. На мой взгляд, особого внимания заслуживает беседа Ольги Шейпак с заслуженным инженером-строителем-фронтовиком Геннадием Васильевичем Анциферовым, которому в этом году исполняется 95 лет. Собеседники затрагивают темы, почему не в почете рабочей профессии, нужны ли стране инженеры-профессионалы и многое другое. Суть одна. Какие пути дороги ведут к победе над самим собой? Детский журнал «Симбик» рассказывает своим юным друзьям о меле и его применении в быту. Мел-отбеливатель, мел-защитник от ржавчины, мел-друг в учебе и в популярной игре классики на асфальте. Рубрика «Мир творчества» знакомит с музыкальным великаном. Орган – самый большой музыкальный инструмент в мире. Об его устройстве и великих композиторов, которые писали музыку для этого инструмента, читайте на страницах любимого журнала. «На краю земли» и «Как снег на голову» рубрика «Природа слова» продолжает знакомить читателей с распространенными фразеологизмами. Раскраска и лабиринт-гигант украсит часы досуга. Еженедельник Ульяновского района Родины Ильича сообщает о популярности онлайн-подписки в мобильном приложении «Почта России». В электронном каталоге около 5000 изданий. Пользуются популярностью общественно-политические, развлекательные и детские, а также специализированные газеты и журналы. Журналист газеты «Старомайнские известия» Лидия Степанова сообщает о продолжении приема заявок на участие в конкурсном отборе проекта поддержки местных инициатив на 2021 год. На сегодняшний день уже подано более 80 инициатив из 11 районов Ульяновской области. Среди предложений преобладают проекты, направленные на благоустройство территорий, населенных пунктов и ремонт сельских домов культуры. Издание «Новое время» Базарно-Сысканского района сообщает о праздновании Дня бабушек и дедушек. А Лена Сабурова решила побеседовать с жителями поселка Черный Ключ Антонина Алексеевна и Юрием Владимировичем Киреевыми, которые вносят большой вклад в воспитание своих внуков. На четвертой полосе газеты «Канаж» читатели могут познакомиться с материалом Елены Алексеевой о том, как жители поселка Мирный Черноклинского района, Роза и Олег Барашовы, выходили совсем крошечного птенчика-стрижа и отпустили на боли. Как рассказывают спасатели, сложнее всего было кормить птенца. Надо было на каждое кормление ловить свежее насекомое – комара, мошку или маленькую муху – и засовывать ему в рот. А однажды три дня лил дождь, насекомых не найти. Барышева на лугу нашли лишь муравейник и достали там яйца, чтобы покормить птицу. Так и выходили. Газета «Елгат» на мордовском языке подвела итоги четвертого фестиваля конкурса мордовской культуры «Сеогинбейгинец» в серебряной колокольчике. В фестивале приняли участие лучшие учащиеся и воспитанники образовательных организаций. Также издание продолжает радовать кулинарными рецептами национальной кухни. Традиционно спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Александр Агапов побеседовал с методистом по спорту Центра культуры и досуга села Тагай Маинского района, детским тренером и по совместительству главой Тагайского сельского поселения Сергеем Павловым. Тренер поделился с журналистом о важности занятий спортом на селе и его поддержке, о радостях за успехи своих подопечных и трудностях с обеспечением спортивного инвентаря. Подробности на странице газеты. Информационный портал улуправда.ру рассказывает об итогах второго всероссийского фестиваля конкурса «Свадьба в Обломовке». Специальным призом за лучшую кинематографическую постановку свадебного обряда от Центра народной культуры отмечен народный фарклорный коллектив «Ипса Зюрдзяц» руководитель Галина Чупрова, Республика Коми. Участники представили фрагмент свадебного обряда «Кикутэм сватовство». Андрей Корчагин поздравляет Андрея Корчагина. Ульяновские журналисты стали призерами конкурса «На страже Привожья». Представители СМИ нашего региона заняли три призовых места, два из которых заслуженно достали журналистам информационного портала улуправда.ру. Всего на конкурс, проводимый пресс-службой Привожского округа «Росгвардия» поступило более 200 публикаций и сюжетов. Журналистский конкурс был приурочен к 40-летнему юбилею со дня образования Привожского округа и проходил при поддержке Союза журналистов России. В разделе «Телевидение» третье место в номинации «Всегда на страже» присуждено журналисту Управды ТВ Павлу Полову. В разделе «Интернет СМИ» третье место в номинации «История и патриотизм» присуждено журналисту информационного портала улуправда.ру Андрею Корчагину за материал «Ульяновск сделал из него танкиста». Андрей Михайлов рассказывает об ульяновском поэте и нашем коллеге Данииле Ноздрякове, который представляет ульяновский регион на конкурсы «Слемовидение-2020». Как музыкальная индустрия евровидения, так и в искусстве слова «слэмовидение» является международным состязанием. В этом году в нем принимает участие семь авторов из литературных городов ЮНЕСКО – Ульяновска, Мачестера, Эдинбурга, Мельбурна, Квебека, Рикявика и Тарту. Желаю Данииле победы на творческом Олимпе. Портал «Медиа-73» гласит о том, что поэты-побожья поборются за межрегиональную поэтическую премию имени Николая Благова. У мастеров слова есть шанс разделить между собой 400 тысяч рублей призового фонда поэтической премии. Она вручается в трех номинациях – «Верность традиции», «Волжская пристань» и «Земляки Благова». Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового ящика. С вами был Антон Картошкин. До свежего всхода порции пресс-ботвы через неделю.